Ирина Великохатько Сегодня с вами поговорим о бронхите и туберкулезе. Какие в них разницы и как относиться что к одному, что к другому заболеванию к поводу лечения? Перед тем, как перейти к разнице, давайте мы все-таки немножко остановимся на том, что их объединяет. Во-первых, это заболевания, которые находятся в области легких, это в трахеях, бронхах. Они передаются воздушно-кампельным путем. И имеют более такой сезонный характер. Бронхит чаще проявляется, когда у нас идет переохлаждение организма. Это осень, это весна. Но туберкулез, конечно, зависит от ряда других причин. Что их отличает? Это, конечно, клиника. Это течение заболевания, это лечение. Бронхит протекает более легко и подается лечению. Также он быстрее и легче, чем туберкулез. И что не заставляет людей обратиться вовремя, это все привыкли к тому, что они кашляют. Особенно курильщики. Да, у нас 80% населения, к сожалению, злоупотребляют курением. Для них это проблема, которая длится многие годы. И они на это не обращают внимания. Но хотя кашель более двух недель, он уже заставляет задуматься и, естественно, заставляет человека обратиться в больницу за помощью и за обследованием. А вот чем чревато то, что человек кашляет день-два, у него какая-то боль в области легких, но он не обращает на это внимания, что у меня легенький кашель, возможно, какой-то грипп, может быть, даже не бронхит. Я выпью какое-то лекарство от легких и у меня все пройдет. Чем это чревато, во что может вылиться? Вы знаете, боль не может быть в области легких, потому что легкие не нервируются так, чтобы вызывать боль. Боль вызывает уже процесс воспаления. И боль, она идет в основном, когда человек болеет туберкулезом уже. Скажу так, немножко отличие, чтобы зрители могли понять, когда все-таки стоит уже бить тревогу и бежать в больницу, сломя голову. Кашель при бронхите недлительный и быстро подается лечение, буквально 3-4 дня, и человеку становится легче. И он уже может продолжать свой обычный образ жизни. При туберкулезе, чем это опасно, он начинается очень вяло и скрыто. То есть начинается банально со слабости, утомляемости, сонливости. Кашель появляется буквально где-то через 2-3 недели, если нет должного лечения. Ночью появляется потливость, кашель более 2-х недель и кровь в мокроте. Это уже говорит о том, что, скорее всего, туберкулез в 90%. И подтвердить этот диагноз может только обследование, это рентген-снимок, либо же это биологический анализ мокроты. Для того, чтобы предупредить заболевание туберкулезом, необходимо проходить действительно рентген-обследование, флюорограмму? Раз в год обязательно мы делаем с целью профилактики, не рентген, а флюорограмму. Многие люди считают, что если бронхит и появится, то его легче вылечить с помощью лекарств. А вот туберкулез для некоторых это как приговор. Ну, вы знаете, еще до 20 века, да, это так и было. Туберкулез, он считался неизлечимым. На сегодняшний день, в 21 веке, разработано очень много схем. И методик лечения туберкулеза, правда, он затягивает этот процесс в среднем 6 месяцев. Это больше идет, как уже химиотерапия. Если про бронхит, то можно, да, многие там народными методами сиропчики, отвары трав пьют, и как бы они чувствуют улучшение, то туберкулез, к сожалению, так не вылечишь. Это только стационарный режим, это больного изолирует это общество обязательно. Это проверяет и наблюдает контактных, с которыми он жил, с которыми он работал. Человек, который болеет бронхитом, лечение допустимо амбулаторное. То есть, либо это на дому, либо даже люди ходят на работу в силу нашей занятости. Да, им некогда болеть, и носит с собой лекарство, и принимают их на работе. То, к сожалению, туберкулез так не лечится. А вот по поводу окружающих людей, если они видят, что вот даже на работе находится человек, который с постоянным кашлем, со странным кашлем, стоит ли им как-то ограничиться, и какие меры предосторожности принять для себя? Вы знаете, когда человек кашляет в коллективе, даже вот когда в маршрутке он просто поперхнулся, там, кушая бутерброд, все же говорят, чахоточный, выйди там, или тебе нужно в больницу. То, естественно, людей это пугает, потому что все современные, все смотрят интернет, читают, смотрят телевидение. Естественно, они боятся, потому что они знают последствия данного заболевания. И если даже человек сам не идет за медицинской помощью, ему некогда, то его заставит окружение это сделать. А вот по поводу лечения бронхита, насколько важно обратиться к врачу, и вот если не вылечить бронхит, чем это чревато? Ну, вы знаете, бронхит, он больше тоже является как следствием неправильно леченого простудного заболевания, банального ОРЗ, ОРВИ. Скажем так, если человек чувствует первые клинические проявления простудного заболевания, он уже должен обращаться за помощью, а не ждать, когда это перейдет в бронхит, или там даже тоже воспаление легких. То есть он идет, например, к доктору, буквально, говорю, 3-4 дня, он чувствует улучшение, буквально еще там около недельки он убирает остаточные явления. Насколько сейчас люди активно идут проверять свое здоровье и обращаются к врачам, терапевтам, пульмонологам, для того, чтобы обследовать свое здоровье? Ну, вы знаете, во-первых, туберкулез, он является в первую очередь при профосмотрах, потому что люди его не ощущают настолько явно, да, как это мы бы хотели. И поэтому туберкулез в основном случайно определяется. Бронхиты у нас каждый третий, тем более, да, и тем более каждый только десятый обращается за медицинской помощью. Естественно, у каждого участкового доктора, семейного врача, сейчас же семейная медицина актуальна, есть списки должников, которые не приходят в флюоргараму более года, более двух лет, и мы их вызываем сами, да, мы им звоним, мы приходим, мы им надоедаем, мы их просим, мы им объясняем, что если это ему не важно, пусть он думает об окружающих, о членах своей семьи, о коллегах на работе и тому подобное. Если со взрослыми все понятно, это флюорография, то что делать с маленькими детками, которые тоже подтверждены тому, чтобы заболеть? Если касается этого туберкулеза, то деткам в роддоме на третий день рождения, с 3 по 7, им делают прививку БЦЖ, да, вот, а потом идет ревакцинация в 6-7 лет, потому что до 15 лет им нельзя делать флюорограмму, так как это облучение, все равно какая-то есть там доза облучения, вот, но если, потом же делать пробу МАНТУ ежегодно, и если это проба больше положенного, да, то проводят им, как бы, лечение с целью профилактики, чтобы предупредить, и не было данного развития заболевания. А вот по поводу заболеваемости туберкулеза, мы знаем, что у Николаева не очень хороший показатель, хотелось бы об этом подробнее узнать. Проблема в том, что очень низкий уровень жизни населения, да, в многих областях, и это приводит также к новым вспышкам туберкулеза, также это влияет на нашу миграцию, потому что очень много людей из деревень, из сел приезжают в город с целью заработков, естественно, они не регистрируются, они, как бы, передвигаются по городу самовольно, о них никто не знает, очень многие работают нелегально, то есть они не трудоустраиваются по трудовой книжке, и, естественно, мы не можем этих людей привлечь к обследованию, заставить их лечиться. Вот это вот есть основная такая, как бы, проблема. Хотелось бы также узнать небольшие советы по профилактике, как человеку необходимо смотреть за собой для того, чтобы не заразиться. То, что руки моем, это понятно, но, возможно, есть какие-то еще меры предосторожности? Когда идет уже, скажем, вспышка, эпидемия того же туберкулеза, бронхита, если тем более человек знает, что в его дворе есть заболевающий, он должен пойти вместе со своими членами семьи обследоваться, он должен сдать мокроту, сделать рентген легких, это раз. Во-вторых, стараться избегать вот таких вот массовых скоплений населения, это те же кинотеатры, это те же супермаркеты, вот. И, естественно, повышать свою иммунную систему, потому что носителем может быть каждый третий, да, вот этой палочки туберкулиновой. И если иммунная система у человека, она такая вот сильная и крепкая, то, естественно, ему будет намного проще. А вот чем посоветуете поднять иммунитет? Это должны быть таблетки и витамины, или, возможно, перейти на естественные витамины ввиду фруктов, овощей? Ну, конечно, это же лучшая наша народная медицина, это народные наши, тот же лимон, тот же чеснок, тот же лук, допустим, да, это многие находят рецепты, опять же, в интернете, они очень доступны, они очень легкие в приготовлении, там, они берут соотношение меда, кураги, ореха, вот. Они делают себе вот эту вот смесь, и на протяжении месяца, особенно когда идет вспышка простудных заболеваний, они это употребляют, и это имеет свое, как бы, значение. Что, спасибо вам большое. Я думаю, что после нашей беседы многие наши телезрители, Николаевцы, задумаются о своем здоровье, и будут более ответственно относиться и к прохождению плюорограммы, и к присмотру за собственным здоровьем, для того, чтобы не заболеть и предотвратить какие-то заболевания. Нагадаю нашим телевидачам, что до студии Нового дня завитала лікарь загальной практики семейной медицины Ирина Великохатько.